При этом медицина не стоит на месте, казалось бы, но при этом проблемы увеличиваются. Как такое происходит? Это было так больно, что я сказала себе, я хочу помогать женщинам проживать эту боль, я хочу быть рядом. Акушерская гинекология очень агрессивная. Не ведут к восстановлению здоровья, сейчас применяют женщины в борьбе с эндометриозом, кистами, полипами. Я предлагаю жить ближе к земле. Клетка в шоке. Я быстро обратилась к врачу, потому что это их ответственность, как будто бы меня лечить. Вот, честно скажу, вагоны комбинированных оральных контрацептивов. Беременная женщина, то есть если женщина умудрится забеременеть, ребенок заберет все ресурсы после свадьбы на самый благоприятный период для зачатия. Дорогие друзья, всех искренне рад приветствовать нас здесь по-насчету не давать. Сегодня у нас очень деликатная тема, тема женского здоровья. Сегодня у нас в гостях Мария Трегубова, это акушерный гинеколог, это кандидат в медицинский каук. Он автор многих программ по восстановлению женского здоровья, красоты, уверенности, подготовке к родам, беременности. И, конечно же, мама четырех детей, то, что, собственно, я вначале сказал, что с этого надо было начать. Я искренне рад вас приветствовать, Мария, прямо от души. Спасибо, что посетили сегодняшний подкаст. Я надеюсь, что сегодня будет интересно, потому что мы разберем очень большую проблему, проблему женского здоровья, о том, что сейчас у огромного количества женщин есть проблемы с гинекологией, которая выражается в кистах, в миомах, в эдометриозах. И при этом есть проблема с зачатием детей, есть проблема, потому что, опять же, это все взаимосвязано. И это все мы сами передаем, потому что есть какие-то проблемы у мамы, передаем это еще и детям. В общем, мы сегодня поговорим касательно темы женского здоровья, и почему возникают проблемы, и почему они прогрессируют, хотя информации становится больше. При этом медицина не стоит на месте, казалось бы, но при этом проблемы увеличиваются. Как такое происходит? И поговорим с вами про то, как в современных условиях, современным питанием, образом жизни, стрессами. Женщинам нужно что? Быть красивой, энергичной, успешной и тут, и там, как бы и на других грец. Давайте с вами с этого начнем. Самый первый вопрос, что я хочу задать. В чем причина вот этих всех болезней, и как вы вообще к этой теме изначально сами пришли-то? В чем ваша была боль, или, может быть, вы не от боли двигались? Как вы пришли к этой теме? Добрый день, уважаемая аудитория. Николай, слушал вас сейчас от вашего вступления, у меня внутри столько радости. Приятно это слышать от мужчины, столько искренности в этом. Пришла я, конечно, через личную историю. Было две таких знаковых вехи в моей жизни. Мне в 15 лет я услышала диагноз бесплодия, затем второй ребеночек мой оказался в 2 годика в реанимации, и протоколы классической медицины не смогли ему помочь. То есть все лекарства, которые должны были помочь, они делали еще хуже. Врачи нам сказали, что вы потеряете ребенка. Какой диагноз? Диагноз был астматический статус, тяжелый астматический статус, и никак не могли расширить бронхи. Мне пришлось бороться за ребенка, и с этого начался мой метод. А с какого лета уже тогда? Мне тогда было 27 лет. Первая беременность наступила как чудо в 20 лет, несмотря на прогнозы врачей, что вы никогда не станете мамой. Мы с супругом готовили себя к приемному родительству. Но в 15 лет, когда я услышала этот диагноз, я вышла из кабинета врача и приняла решение. Это было так больно, что я сказала себе, я хочу помогать женщинам проживать эту боль, я хочу быть рядом, и я стану гинекологом-эндокринологом, который будет помогать женщинам в теме планирования беременности, импутывания беременности. И я стала таким специалистом. И если говорить о том, как появилась вообще такая глобальная мировая проблема, вы абсолютно правы. Все, что вы перечислили, эндометриоз, миомы, полей, паттисты, бесплодие и невынашивание, это пандемия. И эта пандемия очень страшная, потому что женщины при таких диагнозах чувствуют колоссальное отчаяние. Во-первых, они сопровождаются симптомами, либо болевым синдромом, который лишает женщину нормальной половой жизни. Он лишает женщину возможности заниматься танцами, спортом, проявлять себя во всех своих талантах. Безусловно, идет очень мощное ограничение в женско-мужских отношениях. Женщина в страдании, она уже не может быть открыта перед мужчиной. Ну и самое интересное, конечно, что большинство диагнозов появляются из-за нарушения женско-мужских отношений, ведь диагнозы на ней еще усиливаются. И женщина сталкивается еще с одной проблемой – с ограничениями классической медицины. То есть, когда ставится диагноз, женщине предлагаются всего три варианта. Наблюдение, до какого периода, пока ситуация не выйдет из-под контроля, да, и вам точно уже не понадобится операция. Либо операция сразу, либо попробовать на гормональной терапии. И все. А как быть, когда женщине нельзя гормоны? Как быть, когда женщина получила осложнение на гормональной терапии? Или когда женщина понимает, что операция и гормональная терапия – это не решение проблем, потому что проблемы, они всегда глубже. И вот женщина в таком отчаянии, в таком страдании просто замыкается. То есть, очень сильно меняется ее эмоциональный фон. Да, и такая частота депрессии, которая развивается у женщин на фоне ощущения себя, как женщины говорят, я не до женщины, да, если я не могу зачать, выносить, если я не могу испытывать удовольствие при интиме, если я вообще просто не хочу интим, потому что мне больно, или потому что у меня три недели из четырех в месяц кровянистые выделения. И на протяжении уже 25-летней врачебной практики, наблюдая за страданием женщины, из такого глубокого чувства эмпатии, конечно же, из желания очень бережного подхода, когда я выбирала профессию врача, я пообещала маме в 17 лет, что мама, не переживай, я не буду врачом с колючими руками, я пианистка, я стану врачом с очень нежными руками, я буду очень бережно работать с женщинами, и вот этот внутренний импульс, быть очень бережным, доброжелательным, я проношу через каждый год свои работы. И потихонечку стал формироваться такой немножечко оппозиционный метод лечения. Примерно лет 10 назад в нашей стране профессор Родзинский, Виктор Исеич, заявил о том, что акушерская гинекология очень агрессивна. Я помню тот период, когда на акушерских конгрессах мне казалось, что этого уважаемого профессора просто закидают помидорами. Настолько было много недовольства в гинекологической среде, когда он говорил, что руки прочь от роженицы в родах, перестаньте колоть окситоцин, перестаньте давать роженицу промидол, подумайте о детках. Профессор предлагал очень бережные схемы по гинекологической эндокринологии. И вот этот революционный дух, я была тогда молодым врачом, как раз это всё совпало ещё с моей защитой кандидатской диссертации, когда я окунулась в науку и посмотрела, что наука на самом деле, вот эта доказательная медицина, за которую все цепляются, это иллюзия. Там очень много обмана, там очень много искажений. И не секрет, что те протоколы, которые утверждают, которые сейчас являются абсолютом знаний, они через 10 лет могут быть переписаны. И, например, в 2010 году переписали все учебники по гинекологической эндокринологии. И те схемы, которые мы назначали, гормональные препараты беременным женщинам, как мы их готовили в беременности, женщин с патологией различной, они оказались уже вне закона. И это был такой шок. Вот с того времени, с 2010 года, назревает во мне смелость, назревает во мне очень сильный зов показывать женщинам глубину. Глубину понимания, что происходит в теле, почему появляются эти диагнозы, что на самом деле важно обеспечить организму. И так родился метод, авторский метод оздоровления. Мы его назвали исцеляющая сила женщины. Какие проблемы вы видите в основном, вот сейчас у современных женщин, вы видите топ-5 самых основных? Информационный перегруз. Огромное количество электромагнитного излучения. Как его давайте сразу? Гаджеты, Wi-Fi, вот эти столбы с различными вышками около наших домов. Я была в этом году в Туве, и к своему ужасу даже в Верховьях Энисея, в Тайге, я видела сотовые вышки. Ну, я уже молчу про количество спутников, и я очень дружу с биофизиками. То есть мой интерес, он за рамками гинекологии. Я общаюсь с биофизиками, которые изучают влияние электромагнитных, искусственных излучений, искусственное освещение, потому что всё это влияет на наше старение. Третья причина — отсутствие культуры, заботы о себе. Женщины перестали уделять себе внимание, потому что сумасшедший ритм жизни. Четвёртая проблема, я бы это деликатно назвала, ушла культура общения между мужчиной и женщиной, культура уважения, культура такого глубокого интереса к естественному зачатию. Начнём с этого. И я вспоминаю ещё моё поколение. Мы влюблялись, думая о том, что «О, я хочу забеременеть от этого мужчины». Это была первая мысль в 20 лет. Во время нашей выглённости сейчас поменялись немножечко приоритеты в выборе партнёра. Это очень сильно рубит, конечно, репродуктивную систему, потому что мы уходим от биологических инстинктов. Самый главный биологический инстинкт – найти партнёра, от которого ты хочешь всем сердцем, всей своей маткой родить потомство. И пятая проблема. Если четыре, то остаться. Нет, у меня есть одна. Ну вот я прям такая пауза. Я надеюсь, что аудитория услышит меня. Мы ушли от традиции. Мы ушли от традиции. В России, в русской традиции, как и в традициях всех народов мира, была очень сильная терапия фольклором, обрядовость. Был песенный фольклор, который заменял психотерапию. Мы потеряли корни. Неожиданно. Окей. Хорошо. По вашей статистике, какие основные методы, которые не ведут к исцелению, не ведут к восстановлению здоровья и сейчас применяют женщины в борьбе с эндометриозом, кистами, полипами и другими гинекологическими проблемами? Оперативное лечение. Это колоссальный стресс для организма. Это риск анестезиологический. В частности, конкретно. Что такое? Какие операции бывают? Такие лечения, да. Да. Выскабливание, например, женщины идут на лапароскопию. Им кажется, что сходила, удалила образование, удалила полип, удалила кисту, и я здорова. Но при этом даже сама по себе лапароскопия, которая направлена на удаление спаек, является самым мощным фактором образования новых спаек. Да, вот про это почему-то никто не говорит. Хотя это описывается во всех клинических протоколах. Выскабливание полости матки запускает аутоиммунное воспаление. То есть на вхождение в полость матки иммунная система будет реагировать агрессией. Без микробов там будет развиваться воспалительный процесс. И по статистике, даже на фоне гормональной терапии, если выскабливание, потом гормональная терапия, полипов, гиперплазии, все равно риск рецидивов более 50%. Точно так же ни одна операция по поводу кисты яичника не защищает женщину от рецидива. И бывают женщины, которые каждые два года оперируются по поводу кисты яичника, уменьшая объем ткани яичника. То есть уже не становятся активные ткани, которые способны выделять эстрогены и давать начало полноценным яйцеклеточкам. Ну и также эта проблема с мемой матки, можно ходить на операцию каждые два года. Операции, выскабливание, что еще делается, от чего нужно изначально, не то, что отказаться прям сразу, но задуматься, что это не приведет к дальнейшему лечению в долгосрок. Да, гормональная терапия, которая приводит условно к тому, что большинство гормональных схем блокируют циклические изменения в организме женщин, то есть происходит блокировка работы яичника разными схемами. С одной стороны, гинекологи надеются на то, что успокоятся яичники, не будут выделять пиковые концентрации гормонов, все будет так тихо, без циклических изменений, женщина будет эмоционально более стабильно и как будто бы создает такой медикаментозный сон в организме женщины. Но на самом деле на фоне гормональной терапии мы видим, которая означается против кист, появляются новые кисты, мы видим, терапия назначена по поводу мажущих выделений кровотечений, на фоне этой терапии появляются длительные мажущие выделения, плюс токсическая нагрузка, и как только отменяется гормональная терапия, происходит рецидив. То есть гормональная терапия, она не устраняет глубинные механизмы. Тогда возникает вопрос, вот я сейчас слушаю вас, у меня такой немножко диссонанс, ну, специально немножко, чтобы людям помочь ответить на многие вопросы, и у зрителей может такой вопрос возникнуть, радиоизлучение, вышки, телефоны, вай-фай, параллельно у меня некогда этим всем заниматься, у меня работа, семья, бежать нужно, тут у меня еще что-то заболело, я быстро обратилась к врачу, потому что это их ответственность, как будто бы меня лечить. Вот как в современных условиях при этом существовать и не разваливаться? Мы очень ярко описали картину современной женщины, прям со всеми... Потому что я работаю с женщиной. Прямо все так и есть, да. Учиться заботиться о себе, снижать агрессивность внешней среды, то есть учиться выбирать фильтры электромагнитного излучения, выбирать правильное освещение, учиться практикам телесной самозаботы. Давайте прямо по каждому пункту чуть его приземлим на какие-то маленькие подпункты. Да. Есть фильтры для ловушки электромагнитных излучений. Они устанавливаются на все гаджеты, ими обклеивается вся квартира или кровать. Есть биолампы. Где их можно купить? Просто это в интернете где-то? Это общедоступно? Да, да. Сейчас очень много разработчиков, которые с этим работают. Это прям среди биофизиков актуальная тема. Есть биолампы, которые не дают колебания, мерцания, и они еще имеют определенную волну дополнительного оздоравливающего эффекта. То есть можно включить такие волны, которые будут способствовать образованию собственного витамина D, которые будут способствовать образованию серотонина. Посидел час, поработал за компьютером под этой лампой, и как будто бы 7 часов побежал на солнышке где-нибудь на юге. Необычно. Так, что еще? Да, вот мы работаем с такими лампами. Следующий пункт обязательный это обучение диалогу со своим телом, то есть постоянное такое наблюдение, а тебе хорошо сейчас или плохо? Может быть, ты хочешь сейчас водички, ты хочешь посидеть просто в тишине, ты хочешь подышать, ты хочешь прогуляться. И вот это постоянное следование зову своего тела, зову своей души. Если нет возможности удалить все потребности, ты делаешь хотя бы что-то, то есть ты учишься договариваться с телом и говоришь, ну вот сейчас на работе я тебе могу предложить только, например, массаж сухожидного шлема, но придем домой, тебя ждет аромамассаж, тебя ждет гуаша массаж, я тебе это все дам. И тело на самом деле оно умеет прислушиваться, оно договаривается, оно соглашается, и оно очень обидчивое. То есть если мы договоримся, что мы будем о тебе заботиться, а потом перестаем заботиться, тело начинает проявлять болевыми синдромами призыва о помощи. Заметь меня, обрати на меня внимание, забыла про меня. Обучение практикам самозаботы это такое основное направление, то есть нужно понять, что в теле и как ему помочь. Для этого нужны инструменты. Инструменты. Через наши руки мы учимся воздействовать на определенные точки, мы учимся снимать напряжение с тела, мы учимся активировать кровообращение, убирать боли. Также очень важно научиться восполнять запасы жизненной энергии. Для этого я предлагаю женщинам изучать натуропатические протоколы, в которые включены диетические рекомендации, биологически активные добавки, функциональное питание, а также восточную физиотерапию, которая направлена на использование природных факторов в санаториях, что нам делают, грязь, водные процедуры, фитотерапия, ароматерапия, прогулки, климата, лечения, сон, восстановление биоритмов. То есть необходимо создать определенную систему каждой женщине для того, чтобы она чувствовала себя в безопасности перед всем этим хаосом жизни. Я здесь добавлю еще, что я прям вижу такую большую проблему у многих людей, конкретно из женщин в том числе, потому что мужчины, они дольше это игнорируют, но женщины все равно тоже игнорируют. Например, не слышать того, что просит их тело, а банально иногда люди не понимают, что, например, запор у них 3 дня, и они такие, у них живот уже там вздувается, у них нету какой-то нервно-мышечной связи, потому что они не слышат свое тело, они думают, что вот эта усталость не потому, что я уже ресурсами истощена, а потому, что это вот дети нет. Как бы, если ты, да, действительно, на детей тратишь много энергии, но как бы наполняй себя чем-то, а у тебя уже все вычерпано, там не то, что вычерпано, там уже шланг провели, все высосали, все оставшиеся энергии, ты их ничем не наполняешь, и люди игнорируют, игнорируют, а потом случаются какие-то серьезные патологии. Что еще? Какие вот основные, как в современных условиях пункты, что еще можно на первых этапах, мы еще дальше чуть-чуть это более глубоко разберем, но вот сейчас базово надо ответить людям на вопрос, возможно ли, наверное, вот такой вопрос, жить в современных условиях и при этом поддерживать свое здоровье, женское? Ну, у меня есть еще один секретик, на меня правда ругаются все из-за этого, я предлагаю жить ближе к земле, ну, минимум на первых этажах. Это странно звучит, но я буквально, вот, я съехал с высоких этажей, буквально, мы с женой весь прошлый и позапрошлый год жили на 28-м, 30-м, 37-м, 39-м даже этаже, и вот я, ну, я очень четко слышу свое тело, и жена тоже, потому что мы как бы на спорте, там, на питании, на нутрициологии и так далее, и я говорю, я не могу так спать, то есть она тоже, ей во время беременности очень стало плохо, и мы вот съехали на четвертый этаж, то есть как бы... респектом. Да, потому что ближе к Земле, это как-то я говорю, все, это старость уже, уже все, сейчас хлеб начну печь, ладно, шучу, вот, и я прям почувствовал, что разница, ну, потому что я прям чувствую, что когда ты поднимаешься выше, по-моему, там около 10-15 метров, это уже все, это уже потеря реальности, до 10 метров, там, это нормально еще, понимается. Да, не будем забывать, что в центре Земли есть на самом деле магнитный шар, и в китайском медицине это источник особого вида энергии, который проходит через наше тело, устремляясь к Солнцу, и если мы находимся ближе к Земле, то мы большие потоки улавливаем нашим телом, а они обладают частотой вибраций здоровых клеток. То есть на фоне вот всего этого хаоса, который вы перечисляете, что происходит в теле? Клетки начинают менять окислительно-восстановительный потенциал своих вибран, меняется частота вибраций, потому что все эти электромагнитные явления это биофизика, и чем ближе мы к источнику, который продуцирует волны по частоте вибраций, похожие на здоровые, на вибрации здоровых клеток, тем выше шанс, что по эффекту резонанса мы просто будем сами себя оздоравливать. Я, например, из Москвы переехала жить в деревню. Это следующий ваш шаг, я думаю. Нет, я люблю Москву очень сильно. Хорошо. Я еще даже вот сейчас ездил, когда отдыхать, до родов, до того, как мы родили, лучший инструмент у меня был. Я ходил в баньку, я один ездил на пару дней, и ходил в баню, и выходил из бани, и прям просто ложился в шортах, но я был в шортах только, на землю, и просто лежал на земле. Мне так хотелось просто полежать на земле, походить босиком, и это было так хорошо, мне потом спалось, вот, и это просто по ощущениям, то есть как бы, несмотря на то, что я левополушарный человек, который всегда за цифры, статистики и так далее, по ощущениям я чувствую, что мне вот хотелось просто к земельке, чуть-чуть полежать, походить, и прям, прям гораздо больше энергии стало. Ладно, давайте вернемся к теме женских патологий. Меня больше всего интересует то, с чем приходят это вот эндометриозы, это кисты, это миомы. Расскажите, пожалуйста, есть ли какой-то универсальный алгоритм для решения всех этих проблем? Если нет, то частично по каждому из них пройтись просто. Вот что делать с эндометриозами, да, патофизиология, откуда это все возникает, методы восстановления, нутропатии, и базово по каждому пункту просто кратенько пройдемся. Ну, есть на самом деле универсальная схема, и есть индивидуальные особенности при каждом диагнозе. Как начнем? С универсальной схемы? Давайте, да. Да, универсальная схема говорит о том, что в нашем теле есть универсальные патологические механизмы, которые запускаются, когда клетка в страдании. Почему клетка может начать страдать? Да, вспоминаем теорию Ганса с Илье, теорию адаптации при стрессе, и стрессовыми факторами у нас являются эмоциональные переживания, различные энергетические факторы, микробные факторы, бытовые токсины, химические токсины. То есть все, что выводит нашу систему организма из равновесия, вот это все является стрессовым фактором. И нашим клеткам как-то приходится постоянно адаптироваться, приспосабливаться, чтобы удерживать постоянство внутренней среды. Если эти факторы неблагоприятны, в большом количестве, длительное воздействие, то клетки очень сложно уже удерживать свое здоровье. И вот в этот момент начинают запускаться механизмы уже жесткой адаптации. Что к ним относится? Гипертрофия, увеличение в размере клеток, то есть клетка пытается за счет увеличения своего объема как-то выжить. Активно запускается размножение, гиперплазия. Изменяется интенсивность обменных процессов. Клетка может войти в состояние анабиоза, то есть замедлить интенсивность процессов при дефиците энергии питания. А еще наступает у нас очень часто застой крови. На этом фоне развивается воспалительная реакция, потому что в одном месте застой, а в другом дефицит. Там, где дефицит кислорода, мы знаем, что развивается всегда воспалительная реакция, потому что при дефиците энергии клетки начинают умирать, и нужно прийти иммунной системе, чтобы эти клетки все обработать умершие. Поэтому воспалительные процессы априори при стрессе развиваются, а затем начинается некроз, смерть клеток. И если говорить про вот эти опухолевые процессы, полипы, кисты, миомы, эндометриоз, то мы имеем место с чем? Мы имеем место, в первую очередь, с нарушением питания. По каким причинам нарушается питание? А здесь уже в каждом случае это индивидуально. То есть у одной женщины есть очень сильные эмоциональные переживания или интенсивные нагрузки, она находится в стрессе, нервная система дает команду сосудам, как ее сжаться, сократиться. Сократиться, спазмироваться. А у другой женщины, например, есть перекос на уровне таза или есть межпозвонковая грыжа, протрузия на уровне поясничного отдела. Там постоянно раздражаются корешки спинномозговых нервов. И тоже происходит стрессовый режим в реальной системе. И тоже в малом тазу будет спазм сосудов. У другой женщины, например, после операции ослабла передняя брюшная стенка после ляпароскопии, после кесаревого сечения. И передняя брюшная стенка, она удерживает кишечник у нас на должном уровне. Как только передняя брюшная стенка ослабляется, а любой даже прокол от ляпароскопии ослабляет переднюю брюшную стенку, органы не могут уже удерживаться в своем положении. Органы брюшной полости начинают давить уже не на крылья таза, а на матку. И матка начинает, как песня, а планку держит небо на каменных плечах. Матка выдерживает все это давление. Мы говорим, повышается внутри брюшное давление на матку. Сосуды, конечно, тоже входят в состояние замирания. Есть еще проблема наших эмоциональных переживаний, когда у нас в животе камень появляется. Часто такие жалобы у женщин. С животом работаете? Конечно. Твердый, каменный, холодный живот. На фоне стресса у нас зажимается брыжейка. Это такое место, когда сходятся листки брюшины, окружающие петли кишечника и укладывающие их розочкой. А в этих листках брюшины проходят сосуды. И если вот это все там натянуто, то сосуды матки, которые находятся ниже, вот здесь вот напряженный корень брыжейки, а тут сосуды матки, то вот эти сосуды тоже начинают подтягиваться и кровоснабжение в матке начинает нарушаться. То есть самое главное это понять, почему нарушилось кровоснабжение. Дальше мы начинаем рассуждать, а что происходит, когда клетка голодает. Если не пришел кислород, запускается у нас анаэробный гликолиз, то есть уже из одной молекулы глюкозы плюс кислород получается не 36 молекул АТФ, а получается всего две молекулы АТФ и огромное количество молочной кислоты. И вот чтобы эту молочную кислоту обезвредить, тратятся ионы натрия, калия, то есть из клетки начинают выходить натрий калий, который активирует транспортные мелки для того, чтобы аминокислоты поступали в клетку. То есть натрий калий ушел из клеток, клетка осталась голодная. Плюс натрий калий ушел, изменился окислительно-восстановительный потенциал клеточной мембраны и клетка уже изменила свою возбудимость и раздражимость. То есть нервная система, то, что вы говорите, почему клетки страдают, а мы этого не слышим, потому что клетка в этом страдании она не может уже дать обратную связь о своем страдании, что в том числе изменяется окислительно-восстановительный потенциал. Клетка в шоке. Убедила вас, что клетка в шоке? Нет, вы меня так и... Я-то... Да, всех убедила. Все, клетка в шоке. Что это дальше запускает? А дальше запускается процесс мутации. Клетке нужно как-то выжить. И на фоне этих мутаций появляются какие-то удивительные новые свойства. Клетка начинает выдерживать это неблагополучие. Она становится выносливой. Эти мутации закрепляются, потому что это выгодно клетке. И при этом начинают уже размножаться и появляться мутагенные клетки, атипичные клетки, которые уже нечувствительны к иммунным реакциям. То есть иммунитет уже не может с ними справиться. У них нарушен апоптос. Они уже не могут себя сами убить. Они склонны к бесконечному разрастанию, размножению, и опухолевая система не знает, что с ними делать. Так появляются у нас бесконтрольные опухолевые процессы. Если говорить про перерождение в рак, то рак – это крайняя степень вот этой анархии, когда клетки стали абсолютно независимыми, когда иммунная система уже настолько потеряла над ними контроль. И важно понимать, что вместе со страданием клетки матки, яичников, в которых появляются эти образования, также страдают эти клетки иммунной системы. Ведь они тоже в этом же дефиците, ведь они такие же истощённые, они так смотрят на этот рост атипичных клеток и говорят, мы не можем, у нас нет сил ничего с этим сделать. Поэтому, что нам нужно сделать в первую очередь? Активировать кровообращение, то есть устранить причины, которые приводят к нарушению кровообращения, активировать противопухолевый иммунитет, вывести организм из стрессовых нагрузок, то есть проанализировать, что приводит к избыточному стрессу и найти выход через инструменты помощи. Эндометриоз. Какая изюминка эндометриоза? Мне хотелось бы немножечко наших зрителей познакомить с китайской медициной, потому что китайская медицина в Российской Федерации является официальной медициной. Я получила официальный диплом врача-рефлексотерапевта, и вот мы все вместе учимся в одной медицинской академии терапевта и рефлексотерапевта. И китайская медицина пришла, например, в официальную медицину ещё в 30-е годы прошлого века. И что говорит китайская медицина? Она говорит о том, что в нашем организме в результате химических реакций в клетке образуются разные виды энергии, в том числе и световая, и электричество, и электромагнитное колебание, КВЧ, УВЧ. Всё это перемешивается и в определённых точках нашего тела, которые мы знаем, да, волшебные точки, биологически активные точки китайской медицины, все эти разные виды энергии превращаются в один вид энергии, электромагнитное колебание. И вот эта энергия уже начинает устремляться по определённой траектории. Мы говорим, что в теле есть определённые реки жизни, по которым движется эта электромагнитная энергия, которую в китайской медицине называют жизненной энергией. И здесь хочется сказать, что кровь это тоже вид энергии, потому что энергия это превращение одной материи в другую, кровь движется, там, генетическая энергия. В крови находятся клеточки, которые имеют заряд. То есть кровь обладает многими признаками энергии. Так вот, с позиции китайской медицины эндометриоз это диагноз, когда в малом тазу наблюдается застой крови, то есть кровь пришла, а течь не может. Но один из самых очевидных механизмов на фоне стресса или на фоне каких-то повреждений позвоночника, сколиотические повреждения, либо перекосы, у нас блокируется грубо-брюшная диафрагма, которая является насосом. Диафрагма помогает подкачивать и венозную кровь, и лимфу. Происходит застой. Вместе с венозной кровью застаивается еще лимфа. И в китайской медицине говорят не застой лимфы, а застой сырости. Сырость, слизь, то есть нежкеточное вещество становится таким вязким. И следующая проблема это застой энергии холода. То есть в основе всех вообще универсальных генетологических заболеваний это холодный живот, холодная матка. Что значит холод? Откуда он берется? Холод это такая энергия, которая выделяется при страхе, которая образуется в нашем теле при нарушении кровообращения. Все мы знаем, если вдруг у нас сосуды спазмировались, то руки начинают холодеть. Пришла энергия холода, мы говорим. Так вот, если в матке тоже спазм сосудов, что появляется? Энергия холода. Поэтому в китайской медицине предлагается какой подход? Мы изгоняем сырость, мы устраняем застой крови и мы изгоняем холод. Каким образом? Если говорить по протоколам классической нашей гинекологии, то женщины с эндометриозом, с миомой напрочь запрещают прогревание. Говорят, ни в коем случае, никаких прогреваний. В китайской медицине такую женщину будут прогревать полынными сигарами, то есть будут запускать в организм энергию тепла через определенные биологические точки, чтобы эта энергия выходила. Как это проявляется? Например, женщина прогревает точки на уровне крестца, поясницы, а у нее через голеностопные суставы, там как раз-таки врата холода, холод выходит аж прям до злоба. У женщины появляется дрожь в стопах, в ногах, потому что она до этого вот еще недавно чувствовала себя в комфорте, в тепле, и тут холод попер из нее. Это если говорить про эндометриозы, плюс, конечно же, психосоматика. У эндометриоза психосоматика очень распространена в нашем мире. Это ощущение небезопасности беременности. Даже если женщина хочет беременность, но внутри есть переживание, конфликт, не сейчас, не с этим мужчиной, а как изменится моя жизнь. То есть любая ситуация, когда женщина чувствует себя уязвимой из-за беременности, формирует психосоматический конфликт. И если есть еще ощущение незащищенности, то есть когда мир кажется агрессивным, когда партнер кажется агрессивным. Причем внешне это может никак не наблюдаться. Внешне мы смотрим прекрасная семья. А где-то на уровне тела женщина испытывает страх перед своим партнером, потому что, возможно, она выросла в семье, где мама испытывала страх перед своим супругом. И девочка выросла в этом ощущении вообще глобального страха перед мужчинами. Вот это все потихонечку распутывается при эндометриозе, дает хороший результат лечения. Миомы кисты. Есть общими мазками прям. Общими мазками. При миоме мне хочется и при кистах дать такой очень важный акцент. Давайте поговорим о межклеточном пространстве. Мы говорим застой сырости, застой крови. То есть мы поговорили о диафрагме, но бывает еще такая одна проблема очень серьезная. Это преждевременное старение коллагеновых волокон. Мы говорим о том, что мы сейчас вообще вошли в эпоху преждевременного старения. Если еще лет 30 назад считалось, что женщина в 25 лет, если она рожает, у нее в карте уже писали, возрастная роженица. Помню, моя мама так расстроилась, что старородящая 25 лет. Но на самом деле по всем теориям старения 25-летний возраст это рубеж. С 25 лет в норме организм начинает активно стареть. Но сейчас мы видим, что организм стареет уже намного раньше. Уже новорожденные детки с очень слабой соединительной тканью. Соединительная ткань это не только связки, это не только кости, хрящи, еще весь межклеточный матрикс. Между клеточками у нас есть такая структура коллагеновая, эластиновая волокна. И вот от упругости этого межклеточного матрикса будет зависеть, что как из сосуда будет кровь попадать в клетки. То есть если матрикс вялый, дряхлый, такой спавшийся, то по капиллярному руслу пришли питательные вещества, кислород, а они продвижать не могут до клетки. То есть замедляется скорость движения питательных веществ до клетки. Клетка становится какой? Голодной. Точно так же энергия. Она образовалась из клетки, она должна вовремя уйти в биологически активную точку, чтобы трансформироваться в электромагнитное талибание. Если этот матрикс вялый, то эта энергия не может пройти через этот вязкий матрикс, она застревает и она создает застой энергии. То есть в норме энергия в теле должна двигаться. Вот этот застой энергии, представьте, как он будет на клетку, будет гу. И вместо нормальной частоты вибрации клетка начнет искажать свою частоту вибрации. И доказано, что здоровые клетки живут в частоте вибрации, эмоций, счастья, радости людей. То есть когда мы находимся в этих состояниях, мы продуцируем головным мозгом, сердцем вот эту частоту вибрации, эту волну. Когда клетка больная, с нарушенным обменом веществ, ну, частота вибрации 30-40 кГц, это примерно частота вибрации, злости, обиды, отчаяния, грусти. Так вот, застой вот этих вибраций, если они не могут уйти по межклеточному матриксу, приводит к тому, что клетка становится потихонечку грустной. И это приводит к активации пролиферации, гипертрофии, то есть клетке нужно выживать, и все процессы, которые мы с вами описали, адаптации к стрессу запускаются. Плюс в этом вязком межклеточном матриксе клетки иммунной системы не могут вовремя добежать до этих атипичных клеток и справиться с ним. Я правильно понимаю, что я могу есть все подряд, главное, чтобы радость испытывать, эмоции? Не все подряд есть, радость, эмоции испытывать обязательно, да, но если говорить по питанию, то еще сто лет назад наш Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников доказал, что ценительная ткань, в том числе межклеточный матрикс, остареет от токсинов. То есть, если употреблять большое количество токсинов или употреблять продукты, которые приводят к перегрузке органов детокс-системы. Какие продукты? Жареная, соленая, копченая, маринованная. Сейчас очень красиво говорят про сахар, который вызывает гликацию, соединяется с коллагеновыми молокнами, разрушает их структуру. Это в первую очередь эти продукты. Ну и, конечно же, все продукты со знаком Е, все, что ненатурального происхождения, все, что в печени потом даст такой мощный удар. Это причина или вы подводили к кистам-необам, правильно я понимаю? Да, это причина, это механизм. А базовые какие-то общие мазки, как с этим работать? Как с этим работать? Первое, разрешение эмоциональных переживаний. Выводим себя из депрессии, из апатии, разрешаем все свои переживания в отношениях с мужчиной, в отношениях с беременностью, со своими родителями. То есть основные конфликты гинекологических заболеваний это детство, родительские отношения, как построено общение с мамой, с папой, это отношение со своим партнёром, это отношение к прожитым беременностям, к потенциальным будущим беременностям и отношение со своими детьми. То есть наводим здесь порядок условно. Второе, активируем противоопухолевый иммунитет через что? Противоопухолевый иммунитет у нас сейчас такой взъерошенный, иммунная система, она реагирует на все раздражители. Токсичные люди, громкие звуки, неправильное освещение, электромагнитные колебания, агрессивная пища, токсины в быту. Иммунная система от всего этого просто фонит, дребезжит, и у нее не хватает сил на то, чтобы обратить внимание на формирование типичных клеток. То есть нам нужно снизить вот эту внешнюю нагрузку на иммунную систему, тогда иммунная система будет в большем ресурсе контролировать и наблюдать. Ну и плюс, конечно же, есть иммуно-такие модуляторы натуропатические, которые укрепляют иммунные клетки, это активаторы клеточного дыхания, это препараты, которые будут давать кофакторы, ну то есть вот все-все-все, что нам нужно для жизни клеток, витамины, кофакторы, мы активно используем. По поводу добавок, как раз то, что люди сейчас понимают горстями витамины добавки для того, чтобы коллаген тот же самый, давайте про галоген отдельно сейчас поговорим конкретно о витаминной добавке. Как вы считаете это, Глена? Я сторонник приема биологически активных добавок, и я знаю, что у нас со следующего года вообще на уровне государства идет переориентация от фармпромышленности на нутрицептики, и здесь важен только разумный подход, то есть использование качественной продукции, учет индивидуальных особенностей по детоксу, потому что выпить большое количество ВАДов на фоне нарушенной работы детоксистемы, это значит сделать себе еще хуже, то есть тут нужен грамотный подход, я думаю, что с этим связано такое большое количество учебных программ, которые учат людей в этом разбираться, в том числе и ваши программы. Тот нутрицептиков, которые вы рекомендуете женщинам в возрасте там давайте 35-45 лет, 35-50? 35-50, а на первое место я поставлю олигопептиды, которые являются по структуре короткими цепочками аминокислот, они являются сигнальными молекулами, выделяются из тканей животного, растительного, грибкового происхождения, и они регулируют межклеточное взаимодействие, так называемая пептидная медицина, но они по номенклатуре относятся в основном к пищевым продуктам, к БАДам. Это на первое место я поставлю, то есть пептидные препараты. На второе место я поставлю коллаген, причём, но только тут тоже такой вопрос, что вы предпочитаете, просто коллаген, либо коллаген, который будет работать в теле? Тут важно в этом тоже разбираться. В зависимости от гидролиза коллаген может быть представлен просто последовательностями аминокислот, которые попадая в наш желудочно-кишечный тракт не выдерживают ферментной нагрузки протеазами и уже не могут стимулировать клетки фибробласты, которые активно участвуют в модуляции коллагена. То есть задача вообще продукта коллагена дойти до фибробласта определённой цепочкой и простимулировать ферменты, которые запустят разрушение старого коллагена и синтез нового коллагена. То есть это главная задача. И, к сожалению, несмотря на то, что по всему миру так активно пытаются синтезировать коллаген, научные технологии не позволяют большинству производителей добиваться вот этих неразрушимых оливокептидных цепочек. То есть не весь коллаген будет стимулировать синтез нового коллагена собственного, это важно понимать. коллаген вы поставили на второе место, значит, я так понимаю, что вы считаете, что он необходим. Тогда возникает вопрос, как его выбрать? Ну, я выбрала. Есть ли на рынке? Ну, давайте, фирм, какие основные критерии вот вы считаете необходимы для того, чтобы понять, что этот коллаген окей? Может быть, форма, может быть... Да, ну, то есть это не может быть сухой, высушенной, где уже однозначно есть снижение биодоступности. То есть этот коллаген, если говорить про холодцы, про супы, на что многие уповают, не должен проходить термическую обработку, потому что термический бидролиз, он снижает биодоступность в несколько раз. И форма коллагена по эффективности тогда, то есть вы должны почувствовать эффект от коллагена в первую неделю. Вот тогда он работает. То есть пить коллаген просто, чтобы пить коллаген, не чувствуя прилив в бодрости. Я за неделю ощутила изменение волос, изменение блеска в глазах. Если мои клиенты через два дня звонят и говорят, а можно нам ещё, потому что мой муж попил и он активнее играет в футбол, ну, то есть должен быть результат. То есть коллаген у нас очень результативный продукт. На третье место я поставлю, ну, давайте, да, тогда есть уже классических му-рецептиков омегу, витамин D в профилактических дозах. Я не сторонник больших доз. Сколько? Это примерно от и до для вас профилактические дозы? Да, от 2000 до 5000. Витамины группы B, аминокислоты, которые идут в комплексы для питания нервной системы. Кофакторы очень уважаю. Коэнзим, карнитин, полифенолы, антиоксиданты. Нам нужны в обязательном порядке магний, витамин С, то есть витамин С я пью каждый день, магний, с учётом моих нагрузок я пью практически каждый день. И травы. Если говорить про травы, то на первое место я ставлю адаптогены. Джиншени, леутракок, лимонный китайский, лобазник, радиола, красная щётка. Адаптогены повышают способность у наших клеток выдерживать стресс. Всё, что вы перечисляли, вот этот стрессовый фон у современной женщины, адаптогены нужны для того, чтобы наши клетки уже не выпадали в такой шов и могли после небольших стрессовых нагрузок становиться сильнее, более выносливыми, так, чтобы следующие нагрузки уже вообще не вызывали даже движение волос. Окей. В какой момент надо понять, что надо делать операцию? А когда не надо делать операцию? Например, эндометриоз, всё, назначили операцию, запустить, да, наблюдались, всё, хватит наблюдать, давайте идти на операцию. Как понять? Понятно, что каждый случай разбирается индивидуально, но обобщённо, то есть когда врач делает бессмысленные какие-то рекомендации, когда действительно необходимо делать. При эндометриозе есть такая форма очаговый эндометриоз, когда в матке формируется крупный очаг повреждённой ткани, и он мешает останавливать кровотечение. Женщина на протяжении длительного времени очень много теряет крови, это значит, что внутри её организма уже истощена система саморегуляции. Всё, что мы с вами сейчас обсуждаем, все эти наши бережные подходы к оздоровлению, они нацелены на то, что мы усилим саморегуляцию, усилим механизм самовосстановления. Но когда женщина длительно в обильной кровопотере, то у неё нет этих ресурсов. Я всегда ориентируюсь на уровень истощения организма. Если женщина приходит уже с синяками под глазами, я понимаю, что никаким дыханием и никакими эфирными маслами и натуропатическими протоколами мы не сможем повысить в ней эту жизненную силу, а самое главное сейчас срочно уже остановить это кровотечение, то я отправляю на операцию, это касается иниом. Следующий критерий это ответ организма на терапию. То есть обычно, когда женщины обращаются к нам, мы предлагаем, если это не угрожает жизнь, то есть нет обильного кровотечения, профузного, которое невозможно остановить, если у женщины есть по ощущениям задор, чему-то научиться, что-то изменить в своей жизни, то мы устанавливаем срок от 3 до 6 месяцев. 6 месяцев это период, когда иммунная система обновляется, когда она может усилиться и могут появиться новые здоровые мощные клетки, и мы смотрим, как они начинают работать в организме. То есть если в течение 6 месяцев мы не видим улучшения, стабилизации, то есть нет по УЗИ положительной динамики, либо хотя бы остановки роста, если у женщины не уходят боли, которые снижают её качество интимной жизни, если сохраняются обильные кровинистые выделения, то это повод обратиться на оперативное лечение. Но здесь мне очень важно сказать, что на операцию можно идти из состояния отчаяния, в панике, в страхе, в истощении, а можно себя подготовить. То есть можно всё равно уже свой организм подтянуть до ощущения большей бодрости, это снизит риск наркоза, это уменьшит риск послеоперационных осложнений, в том числе спаечного процесса. Любое оперативное лечение несёт такой риск. И спаечный процесс всегда активно развивается, если в тканях у нас гейпоксия. То есть таким образом мы ориентируем женщину, что бы ни случилось, в любом случае ваш организм нуждается, то есть как бы вы не пошли потом по лечению, остались бы на консервативном лечении или было бы оперативное лечение. В любом случае организму нужно дать больше жизненной силы, в любом случае нужно улучшить кровообращение, напитать ткани. Как часто ходить к гинекологу? Надо ли ходить? Ну, какой вопрос, такой ответ. Просто так ходить не рекомендую гинекологу, потому что... Для профилактики просматривать, отсматривать, или только тогда, когда петух в пятую точку плюет? Нет, конечно, нужно ходить, да, и важно ходить своевременно. Здесь очень важный вопрос, ходить своевременно к гинекологу, когда есть ощущение дискомфорта в тазу, копчик начал тянуть, крестец начал тянуть, снизилась либидо, уменьшилось выделение смазки при интимной близости, стали более скудными или более обильными в ситуации. Но, к сожалению, что мы видим? Вот это ранние симптомы, когда женщины приходят с этими жалобами, а гинекологи говорят, у вас поуде, все хорошо, идите отсюда. А на самом деле женщины большие умницы, они начинают по запаху что-то распознавать, даже запах крови при менструации настораживает женщину. Она приходит с этим гинекологу, и говорят, ничего у вас не вижу, все хорошо. Почему так? Потому что у нас сначала в организме на фоне стрессовых изменений... Почему? Почему могут быть кровь, запах кровообечный? Почему гинекологи так говорят? Почему оно вот... Потому что по анализам все может быть хорошо, а у женщины может измениться обоняние, потому что в стрессовом режиме у нас вообще обонятельный мозг начинает реагировать на все стрессовые факторы в первую очередь. Такая биологическая у нас программа. И вот это изменение повышенной чувствительности, это значит, что нервная система у женщины, она уже оголена. То есть, как во время беременности женщина реагирует на запахи очень прицельно, потому что ей тоже важно быть в очень большом контроле. Ей нужно быть в безопасности. И вот, ну, например, когда у женщины меняется запах, вот эта чуткость запаха, она становится нюхачем. Я точно знаю, что она уже в очень активной фазе стрессового напряжения нервной системы. А мы говорим, что это приводит к спазму сосудов. По УЗИ мы это еще не видим, но высокая вероятность, что через полгода у этой женщины уже появится какая-то гинекологическая проблема. Как понять, что гинеколог хороший? По ощущениям в матке. Вот если вы общаетесь с гинекологом и у вас происходит ощущение, что таз расслабляется, растекается, вы наполняетесь теплом, у вас в сердце появляется ощущение тепла и безопасности. То есть мои пациенты рассказывают, как они выбирают гинекологов по чувству безопасности. Какие основные критерии? Вот вы затронули буквально пять минут назад тему симптомов. Как можно дома понять без анализа провести, что со мной что-то не так, моё женское здоровье что-то не совсем хорошее, и нужно обращаться к специалисту? Первый симптом – это боль. То есть к боли нужно относиться… В области малого таза. В области малого таза, в области наружных половых органов, в области крестца, копчик или внизу живота. Второй главный критерий в оценке самочувствия – это характер менструации. То есть если изменился цикл, он был всё время 27, вдруг стал 21, это повод обратиться к гинекологу. Или вдруг он задержка, удлинился, это тоже обязательно. Если изменился объём кровопотеи, была умеренная, вдруг стала скудная, уменьшилась в количестве, либо стала более обильная. Если не было сгустков, появились сгустки, если появился неприятный запах. Второе, следующий симптом – это влагалищное выделение. В норме влагалищное выделение должно давать ощущение радости, какой-то игривости. То есть сам по себе запах влагалищных выделений является очень мощным афродизиаком даже для женщины. Если вдруг женщина чувствует неприязнь, если ей кажется, что у неё появилось ощущение нечистоты своего тела, нужно обращаться к гинекологу. Микротрещинки, покраснение наружных половых губ, ощущение жжения, нарушение мочеиспускания обязательно. И изменение либидо, то есть отсутствие либидо, уменьшение либидо, отсутствие оргазмов. Были оргазмы, перестали чувствоваться или уменьшилась их интенсивность. И, конечно же, один из самых главных критериев – это появление болей при определённых интимных позах. Обычно женщины просто берут и что делают? Они исключают эти позы. Говорят, мне вот так больно. И семейная пара подстраивается. Но вообще разнообразие интимных поз – это самая лучшая диагностика. Если есть хоть в какой-то позе ощущение дискомфорта, болезненности, 100% на уровне связок матки есть напряжение, есть перекос в тазу, возможно, есть спайки, возможно, есть хроническое воспаление. Это значит, что в матке есть нарушение права обращения. Как понять, что либидо уменьшилось? Сколько в норме? Понятно, что это усреднённо, но всё же. Да, либидо имеет индивидуальный параметр. Некоторые женщины говорят, что у меня низкая либидо с юности, то есть у меня особо секс не нужен был. Но, скорее всего, это такой психологический был прессинг со стороны родителей. То есть в среднем женщина репродуктивного возраста ежедневно, если она не загнанная лошадь, хочет интимной близости. Причём у женщин есть особые часы повышения либидо, и у всех женщин это свои часы, но обычно они связаны с активностью, если говорить на языке китайской медицины, с активностью движения энергии в канале сердца и перикарда. И это время уже после трёх дня, до девяти вечера. То есть в этот период есть большая потребность быть в потоке любви, нежности, и получить интим. Многие женщины говорят, что каждый день это много, но тогда я говорю, ну хотя бы, начинаем торговаться обычно. Ну, по статистике хотя бы два раза в неделю. Если женщина говорит, что мне хочется только в дне овуляции, то это катастрофа. Да нет, что делать в этом момент? На уровне нашей тематики женского здоровья. Понятно, что есть сексологи, есть сексотерапевты, окей, с нашей тематикой есть что-то, что может помочь, способствовать этому? В первую очередь я бы посмотрела на свой ритм жизни. То есть вопрос задайте себе, куда я сливаю энергию? Потому что сексуальная энергия это равно жизненная энергия. Если не хочется секса, значит уже просто нет жизненной энергии. Точно так же, если скудная индустриация, задержка индустриации, кровь от энергии, значит есть очень сильный дефицит жизненной силы. То есть очень важно убрать задачи, которые вызывают истощение, людей токсичных, которые вызывают истощение. Если это связано непосредственно с партнёром, то идти на семейную терапию. По поводу гинеколога, давайте вернёмся. В каком возрасте вообще важно ходить девочкам и гинекологу, отправлять родителям, чтобы не запустить, но и раньше времени не отпускать? Я рекомендую, и это по государственным всем стандартам в нашей стране, так в первые месяцы девочка показывает с гинекологу для того, чтобы исключить аномалии развития наружных половых органов. То есть такой осмотр девочки первых месяцев жизни я рекомендую. Первые месяцы жизни, после рождения. Да, да, да. Затем очень важно провести ультразвуковое исследование, чтобы тоже исключить наличие какой-то врождённой аномалии, патологии, врождённых эмбриональных опухолей. К сожалению, это есть. И этот возраст по плану наблюдения смещается. Ну, в среднем до семи лет очень бы хотелось, чтобы было сделано узи органов малого таза, чтобы родители понимали, что всё развито хорошо, что нет никаких особенностей. Следующий поход к гинекологу в идеале, когда у девочки начинают уже нагрубать молочные железы, когда мама видит, что девочка из девочки превращается в девушку, важна беседа. Но, скорее всего, гинекологи напугают такую девочку, но нужен всё равно очень грамотный специалист. И такие специалисты есть за рамками врачебного кабинета, которые расскажут, как прекрасно быть женщиной. Для чего нужен гинеколог? Он ведь на самом деле нужен не только для того, чтобы лечить воспаление девочкам, да, или пугать их, а он нужен для того, чтобы показать девочке, насколько прекрасно её тело, насколько прекрасна женская судьба, насколько удивительна менструация. О чём эти менструации? Либо мама это рассказывает, либо гинеколог. Я когда работала на детском приёме, я с упованием это рассказывала. И когда наступает менструация, очень важно девочку также проинформировать, на что нужно обращать внимание. Либо это делает грамотный специалист-гинеколог, либо кто-то другой. Что такое менструация? Такие признаки неблагополучия. К сожалению, у современных девочек на фоне того, что соединительная ткань очень слабая, каркас матки, он тоже соединительно тканный, он такой дряхленький. И матке очень сложно сократиться хорошо. Это одна из причин того, что у современных девочек мы видим большое количество кровотечений, мы видим появление сгустков. Многие говорят, у меня с первой менструации сгустки не должны быть сгустки при первой менструации. Это значит, матка не может сократиться, кровь застаивается, там формируется сгусток. Мы видим уже эндометриоз в 17 лет. Раньше нас учили еще 20 лет назад, что это заболевание женщин 40+. Сейчас уже девочке 18 лет оперируется. То есть еще очень важно девочке провести беседу, которая настроит девочку на счастливые отношения с мужчиной. То есть нужно девочку научить не бояться инфекции, научиться защищать себя, беречь себя, научиться правильно выстраивать отношения, чтобы интимная жизнь приводила к наслаждению, а не к какому-то инструменту эмипуляции. То есть вот эти беседы, я не знаю, кто-то будет проводить. Гинекологи, наверное, не очень, но в моем понимании это должны делать гинекологи. В нашей русской традиции этим занимались поветухи. То есть они женщину, девочку, девушку, женщину инициировали во все переходы. То есть менструация это мощный переход. Подготовка к первой брачной ночи это мощный переход. То есть женщину готовили к тем ощущениям, которые она проживет при интиме, к возможности забеременеть, к вероятности новых ощущений. То есть это, конечно же, требует информирования. Какие основные мифы сначала есть в гинекологии? Которые вот прям, знаете, на поверхности лежат и про них даже надо копать. Они вот прям посмотришь в гинекологию. В основном люди зашорены и даже, возможно, не понимают, что это мифы. А для вас, как для специалистов, это прям убеждение, заблуждение и прочее. Но если говорить первое, что мне пришло, он прямо домурашит. Существует такое мнение, что если у тебя полип, миома, киста, эндометриоз, это что-то такое плохое, это какая-то такая гадость в твоем теле, от которой это такое зло. Даже некоторые гинекологи по отзывам моих пациентов говорят, зачем вам носить это зло в себе? То есть есть ощущение, что вот это что-то инородное, от чего нужно избавиться. И я всегда говорю, женщины, это то, что пытается ваш организм уберечь от избыточных стрессовых перегрузок. То есть это ткань, которая изо всех сил пытается выжить, пытается оттянуть на себя эти неблагоприятные потоки энергии, справиться с застоем. Это вы. Зачем? Вот это ощущение, что во мне что-то плохое, это первый миф. И вот это желание пойти и от этого избавиться. И что это решит проблему. Так говорят. Сходи, вырежь, и у тебя не будет проблем. Второй миф. Да, вот сейчас как идёт, так и говорю. Не можешь забеременеть, не парься, сходи на ЭКО. Это вообще такой главный, наверное, триггер моей врачебной практики. Следующая проблема. Травы, витамины бесполезны. То есть гинекологи... Бабушки, дедушки жили без этого. Да, к нутрицептикам. И имели по пять детей. И травам говорят, ну, это вообще абсолютно бесполезно. Зачем? Даже не слушайте никого. Недавно услышала, гинеколог сказала женщине, не надо пить индол, он вызовет полипы, эндометрия. Я такая, в смысле? Вроде бы как будто бы механизм эндола, наоборот, уменьшить противоопухолевый рост. Ну, в общем, вот эти искажения, какая-то непонятная иллюзия у врачей. Мифы, что комбинированная оральная контрацепция абсолютно безопасна. То есть женщины начинают пить комбинированную оральную контрацепцию, врачи легко назначают, говорят, нет влияния на либидо, нет влияния на секс, нет влияния на настроение. Но почему-то в моей аудитории, в моей когорте женщин собрались как раз те, кому контрацептивы вызывают и мигрени, и увеличивают риск консультов, изменяют свертывающую систему крови, и вызывают ожирение, снижение либидо, и мажущие выделения у них появляются. А вы имеете в виду, контрацептивы оральные или не только? Не только. Какие еще контрацептивы? К ним вы нейтрально-негативно относитесь? Негативно. Негативно, да. Как врачи-стеопат, внутриматочное средство Мюрена. Вот когда у женщины есть инородное тело в матке, к сожалению, матка реагирует на это изгоняющей силой, то есть она входит в натяжение, связки натягиваются, и мы, к сожалению, в остеопатической коррекции не имеем права прикасаться к такой матке, хотя мы точно знаем, что там есть страдания, потому что все наши коррекции приведут к тому, что матка станет смелой, и она просто выплюнет это средство. И врачам-стеопатам приходится оплачивать повторное введение этих средств. Если говорить про влагалищное кальционовый ринг, вот, наверное, к нему я отношусь более лояльно. Но не рекомендуется равно. Но есть какие-то почки какие-то? Ну, если говорить вот так глубоко, почему, да? Я была гинекологом-эндокринологом, который назначил тонны-вагоны, вот, честно скажу, вагоны комбинированных оральных контрацептивов. Когда изменилась моя точка зрения? Когда стали накапливаться результаты моих женщин, молодой врач я назначала, и спустя 10 лет пошли приветики, да? Какие? Например, женщины после отмены получали синдром истощения яичников, или у женщин снижалась либидо, или женщины на фоне препаратов начинали терять контроль веса. Но еще, конечно, немаловажную роль сыграло все-таки такое общение со специалистами, которые пропагандируют естественную контрацепцию через наблюдение за слизью. Есть такой метод наблюдения за температурой в прямой тяжке, наблюдения за слизью между половых губок, за слизью во влагалище, за состоянием шейки матки. Так вот, эти специалисты, они работают в основном под покровительством религиозных сообществ, которые говорят, что любая комбинированная оральная контрацепция и гистогенная, она имеет абортивный эффект. То есть, да, и это прописано даже в инструкции. Что это значит? Что возможно зачатие, да, то есть плодное яйцо спускается в слизистую маточке, но на фоне этой гормональной контрацепции слизистая становится неблагоприятной для имплантации, и даже если у вас зачатие произошло, то все равно плодное яйцо погибнет. Ну, то есть, это уже такие духовно-нравственные особенности, на которые с возрастом я начала тоже обращать внимание. Болезни месячные. Что делать? Болезни менструации в первую очередь исследовать биомеханику таза. Есть перекосы, есть напряжение на уровне ягодичных мышц, крушевидных мышц, как чувствует себя мышца поясницы. Это первая задача, да, как чувствуют себя связки. То есть, влагалищное исследование, которое делает гинеколог, к сожалению, заканчивается заключением какой размер у матки, у яичников увеличен, не увеличен, есть воспаление или нет, легко или плохо смещается, и все. То есть, представьте, что матка, когда при влагалищном исследовании мы смотрим, она не дает хорошего смещения, то есть, она вся такая напряженная. Когда приходит менструация, кровь начинает активно изливаться через раненую слизистую матки, и чтобы остановить кровотечение, матке нужно хорошо сократиться. А матка находится вот на таких жестких распорках. И гинеколог при осмотре, когда он пытается сместить, он это видит, но он не знает, что с этим делать. И в итоге женщина во дни менструации испытывает колоссальную боль, потому что матке приходится сверх напряжения развить, чтобы преодолеть это натяжение связок в перекошенном тазу и сократиться. Это вот одна из самых сильных историй. Дальше, в теме болезненных менструаций, я бы поставила проблему низкого прогестерона, потому что прогестерон обладает как раз таким обезболивающим эффектом, он является мощным иммуномодулятором. Почему во время менструации появляются боли? Либо матке приходится сильно сократиться, либо в слизистой запускается воспалительная реакция у всех женщин. Каждая менструация это некроз и воспаление. Но нет достаточного количества прогестерона, который снизит вот это количество воспалительных молекул и уменьшит раздражение болевых рецепторов. А также прогестерон является своеобразным релаксантом, то есть он защищает матку от избыточного напряжения, матка находится в таком состоянии гармоничного сокращения. И идеальная менструация это абсолютно безболезненная менструация, но многие женщины настолько привыкли к тому, что менструации болезненные это норма или что они у них всегда, что даже не обращают на это внимания. А есть ли избыточное количество крови или наоборот меньше? Что делать? Выяснять причины, почему, да? Как ясно на причине? Как врач-рефлексотерапевт я хочу начать все-таки с причины нарушения движения энергии. Если у нас мало жизненной энергии, то есть женщина истощена и ей вообще главное хоть как-то дожить до следующего утра, то организм заблокирует менструальную функцию. Менструальная функция для чего нужна? Для того, чтобы готовить организм ежемесячно к зачатию. А это возможно только, когда женщина плодородна, когда она развощекая, довольная, выспавшаяся. И вот женщина истощенная. Зачем организму тогда тратить силы на менструацию? Потому что менструация это такой очень тяжелый процесс для организма. Ведь с чего начинается он? С того, что тромбируются сосуды в слизистой, запускается тромбоз, начинается воспаление, начинается некроз, срывается эндометрия, говорят гинекологи, образуется скальпированная рана, то есть кровоточащая поверхность образуется. Зачем организму такой трэш? И он, конечно же, говорит, не надо, ну либо совсем чуть-чуть. Давайте мы не будем тратить силы на то, чтобы рос эндометрия, нам нужно силы на отчет перенаправить. То есть у нас в организме есть всегда история перенаправления ресурсов, и наш мозг всегда побеждает, потому что в природе есть такой закон. Беременная женщина, то есть если женщина умудрится забеременеть, ребёнок заберёт все ресурсы, то есть мозг уже будет точно вне конкуренции, да, и говорят, ведь даже в Освенциме истощённые женщины рожали разовощёких, пухлых малышей. То есть вот природа, она настолько заботится о детях, что женский организм отдаёт все силы. А теперь предположим, что женщина живёт в хроническом стрессе, и организм понимает, что если сейчас беременность, то женщина не просто отдаст всё, она просто приблизится к смерти, потому что уровень её энергии уже на пределе, и тогда блокирует семестральные функции. Это если мы говорим про скудные менструации. Обильные менструации это проблема тоже слабости жизненной силы, она как бы в другом формате. То есть должно быть достаточно энергии у матки для того, чтобы сократиться. И если мышечный слой в дефиците энергии, то он не может дать хорошее сокращение, и кровь просто льётся, льётся, льётся. То есть основной механизм кровоостанавливающегося сокращения, пережатия сосудов, там успевают образоваться тромбики, и менструация останавливается. Но если говорить на языке классической медицины, я бы обратила внимание на воспаление. То есть обильные кровотечения всегда требуют исключения хронического вялотекущего воспаления, которое может формироваться после выскабливания, после внутриматочного средства любого, после потери беременности, когда в матке остаётся вот этот шок потери, ткани находятся в напряжении, опять гипоксия, спазм и воспаление. В классической гинекологии весь акцент смещается на гормональные нарушения, говорят женщины, давайте проверим гормон, и начинают играть с гормонами. Но вот в моём видении, в моём понимании, наблюдении за женщинами, я понимаю, что гормоны это всего лишь верхушка айсберга, это такие исполнители, они просто помогают тканям выполнить ту команду, которая есть у организма во имя спасения. И просто ювелирно поддерживать какой-то уровень гормонов в пределах референсов, это не значит вылечить женщину. Почему такая сейчас пандемия с бесплодием? Бесплодием с тем, что по всеместному назначают эко, и вообще ситуация, к сожалению, очень грустна. Это пандемия, даже в тех странах, где всегда где-то рождение было культурной традицией, уже открываются клиники. О, так удивительно. В нашей стране это очень серьёзная проблема. Если честно, положа руку на сердце, что первое, мне хочется сказать, что это бизнес. Женщины перестали заниматься, за женщину перестали бороться врачи. Я очень много работала с врачами старого поколения, это мои научные руководители, которые передавали вот эту энергию инвестиций в женщину, то есть здоровье женщины, её благополучие, это вообще основа благополучия не только в семье, но и в государстве. Будут счастливые женщины, будут счастливые мужчины, будут все счастливыми. Так вот, женщины отправляли в санатории всегда, и гинекологи были первыми врачами, которые женщины отправляли в санаторий. Представьте, на месяц массажи, водные процедуры, теренкуры, лечебные прогулки, климата лечения, ароматерапия, грязи лечения, гинекологический массаж, то есть всё, что женщина выводила из стресса, наполняла, напитывала, давала ей новый источник какого-то вдохновения на свою женскую историю. А сейчас, если мы посмотрим протоколы лечения женского бесплодия, в графе санаторно-курортное лечение мы видим неприменимо. Почему, как это называется, я не могу понять, почему вдруг отказались. Я это называю просто экономической игрой, потому что это нецелесообразно, да, женщину отправлять в санаторий, тратить на это деньги, а лучше пусть женщина продаст квартиру и всходит на несколько ЭКО. Но это моё видение. Есть такая проблема повсеместно, это проблема ресурсности. Да, я знаю, что вы любите тоже говорить об этом. И ресурс это способность адаптироваться к стрессу, это способность нервную систему выводит из симпатики, когда она сосуды сжимает. То есть у нас в нервной системе есть два режима основных. Симпатический, он включается активно утром, когда мы выходим условно на охоту. И есть режим парасимпатики, который перенаправляет процессы в клетках на что? На обменные процессы, на запасание ДКО. И мы знаем такую фразу «Дети растут ночью», так мы с вами тоже растём ночью и восстанавливаемся ночью. Что мы сейчас видим? У нас нарушен биоритм, то есть мы засыпаем сейчас позже, чем садится солнце. Мы нарушили биоритм очень сильно нашими техногенными гаджетами, в том числе искусственным освещением. Мы перестали вкладываться в своё здоровье. Раньше, в советское время, если вспомнить, наверняка у всех родители выписывали журналы ЗОЖ, даже все календари были с какими-то советами ЗОЖ. То есть это как будто бы было повсеместно, то есть была культура. И сейчас мы просто вошли в режим загнанности, когда мы не успеваем подумать о том, сколько я энергии сегодня получила через сон, через дыхание, через питание, через эмоции, счастья, радости, любви, и сколько я слила энергии. То есть вот наблюдается очень сильный дисбаланс. Это основная причина. И ещё одна причина, которую очень глубоко мы исследуем, это отказ, это разрыв с традицией, с традицией усиления плодородия. То есть традиции всех народов мира, все обряды, все ритуалы всегда были посвящены на то, чтобы был хороший урожай, чтобы женщина была плодородная. Были специальные знаки в текстиле, причём эти знаки, самое удивительное, они одинаковые и у жителей Архангельской области, и у жителей Таиланда, и в Латинской Америке. Вы увидите одинаковую вышивку у женщин, у невесты, которую готовили к брачной ночи для того, чтобы она зачала. То есть есть знаковая система, есть песенная терапия, есть обряды, когда обращались к предкам для того, чтобы получить благословение к божественным силам, вот в настоящее время у женщин как будто бы у мужчин просто произошёл такой провал этих знаний, но я знаю, я вижу, что многие женщины как раз обращаются к этому, и я вижу в этом большую силу. Как подготовиться к родам? Какой-то прям чек-лист дать нам пошаговый, базовый. Первая рекомендация сходить к остеопату. Вообще рекомендую во время беременности раз в месяц, даже если вас ничего не беспокоит. Нет, мы ещё не забеременели. Мы готовимся. А, готовитесь к беременности и микродам, да? Если говорить о беременности. Ну, базово все начинают, конечно же, с грубой гинекологической патологии, поэтому чек-ап УЗИ органов малого таза, жидкостная цитология для того, чтобы быть спокойной за шейку матки. Исследование на микрофлору, я рекомендую не просто мозог на флору, исследование биоциноза, который помогает нам выявить ещё и анаэробную флору, исследование на инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧ, гепатит, сифилис, анализ крови. Группу крови лучше сразу у партнёров узнать, чтобы не было переживаний по поводу резус-конфликта. УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов молочных желёз, УЗИ щитовидной железы. Это такой базовый ЧК, плюс общий анализ крови и базовый биохимический анализ крови. Этого достаточно. Но для подготовки к беременности этого недостаточно. Я рекомендую сходить к перинатальному психологу, который поисследует, переживания на тему беременности. Есть ли у неё страхи рождения нездорового ребёнка, особенного ребёнка. Есть ли у неё страхи, что её тело изменится, что она потеряет какую-то свою активность социальную. Потому что женщина может это даже не осознавать, не признаться в этом, но это будет удерживать её от наступления беременности, и она окажется потом на ЭКО. Лучше сразу понять, есть эти переживания или нет. Также перинатальный психолог через арт, техники, через рисование особых рисунков поможет выяснить, какие отношения сейчас в паре, нужна ли семейная терапия, что я сторонница семейной терапии на этапе подготовки к беременности. Ну, хотя бы одну консультацию для того, чтобы понять, что всё хорошо. Следующая обязательная рекомендация обследования остеопата. То есть у специалиста, который может посмотреть, есть ли нет перекосы, как работает связочный аппарат матки, нет ли нарушений на уровне кровообращения мозга, то есть нет ли в теле какого-то стрессового напряжения, который будет во время беременности оттягивать внимание, приводить к какому-то скручиванию тела. Всё это в конечном итоге, когда беременность наступит и связки под влиянием прогестерона станут более растяжимыми, может привести к очень сильным скруткам тела и к болевым синдромам, даже к потере беременности. И рекомендую для уже продвинутых пользователей поход к специалисту по китайской медицине для того, чтобы оценили достаточный уровень жизни и аллергии по методам диагностики, но чтобы вас не пугать, что такое диагностика. Посмотрят язык, посмотрят пульс, задают вопросы, как вы проживаете стрессовые ситуации, как вы спите, какие у вас запахи пота, стула, мочи, то есть по таким критериям. Специалист потрогает ваше тело и поймет, есть или нет где-то напряжение в теле, потому что если в теле есть где-то напряжение, то значит там энергия не пройдет, значит будет риск того, что в маточку не придет достаточная энергия, потому что где-то она встанет, например в шейном регионе на уровне трапеции. И терапия может быть массажами, банками, баночным массажем, постановкой банок, скрепками гулаша, не обязательно ставить иглы, можно воздействовать на биологические точки эфирными маслами, не хочется так снизить тревогу, что это такое, могут назначить травки, андоптогены, скорректировать питание. В китайской медицине есть очень стройная система по питанию, в зависимости от того, как работает тот или иной орган. Могут дать хорошие советы, чтобы не было токсикоза, чтобы не было инсулинорезистентности во время беременности, инвестиционного сахарного диабета, чтобы вес не пополз, чтобы отеков не было. То есть это все желательно обсудить со специалистом еще до беременности, узнать свою конституцию, узнать, к чему у тебя есть предрасположенность, чтобы уберечь себя от каких-то особенностей. Очень много говорим про женщин в контексте подготовки беременности, а мужчинам что-то надо делать? Обязательно, да. Давайте базовый чек-лист для мужчин, чтобы помочь семье общему делу зачать ребанк. Вот первое, что приходит, консультация психолога, для того, чтобы прояснить свои мотивы, а для чего мне этот ребенок. Потому что, если нет мотива продолжить род, мужчина вряд ли будет отказываться от пива, от алкоголя, от курения, он вряд ли начнет пить витамины, которые женщина со слезами будет просить его пить. Но если пробудить в мужчине вот эту идею, что от твоего включения сейчас на этапе подготовки будет зависеть вообще жизненная сила твоих потомков, что род твой, ты продолжаешь сейчас, давай подключись. На самом деле, женщины более обовлеченные в этот процесс. Женщины прям плачут на моих приемах от того, что мужья сопротивляются. И перинатальные психологи, они могут к этому подвести, да. Ну, возможно, это будет андролог, специалист по мужскому здоровью, кто сможет включить. Вот в мужчине это, знаете, такой азарт, это желание превосходства. Я хочу, чтобы мой ребенок был сильным, самым здоровым. Я готов в это вложиться. Вот на такой энергии я предлагаю готовить мужчин. По поводу анализов на инфекции я не направляю мужчин активно, потому что если у женщины все хорошо с флорой, если хорошие партнерские отношения, если у мужчин нет никаких жалоб на эректильную функцию, да, то есть благополучие, нет проблем с мочеиспусканием, не тянет в области простаты, то вероятно, что все хорошо. Если есть малейшие симптомы, то обязательно обследование у андролога с забором анализов на инфекционные факторы. Обязательно бы направила к специалисту по восточной медицине для того, чтобы помогли тоже накопить жизненную энергию, потому что у мужчины работать с подготовкой сперматозоидов намного проще. Сперматозоиды в течение трех месяцев всего лишь созревают, да, и можно в три месяца попахать для того, чтобы получить хорошую активность. В зависимости от того, с какой силой внедрится сперматозоид в яйцеклетку, то есть сколько в нем будет потенциала, жизненной силы, питательных веществ, с такой силой он впрыснет ферменты в оболочку яйцеклетки, и от этого будет зависеть, какой инкубатор в результате химических реакций в оболочке будет образовываться. То есть, несмотря на то, что мы с вами не высиживаем яйца теплом, да, как это делают птицы, мы все равно нуждаемся при оплодотворении в создании инкубатора. Если вот этот инкубатор в виде оболочки, то есть там недостаточно будет химических реакций, которые запускают именно сила сперматозоида, то просто остановится деление клеток, зародыш не будет образовываться, это такое очень важное знание, поэтому психотерапия, досточная медицина, она создает такие образы сперматозоидов активных, хитрых, самых бойких, шустрых, изворотливых, и мужчина должен дойти вот в эти ощущения, он, конечно же, и в социальной жизни начинает тоже меняться, то есть это такой прям особый драйв, вот это важно запустить. К нутрициологу я бы отправила или к специалисту, к врачу, эндокринологу, нутрициологу, то есть здесь очень важно составить грамотную программу для поддержания и жизненной энергии, сперматогенеза и адаптации. Во многих традициях, когда молодожены входили в период ожидания потомства, то есть первые сорок дней практически во всех традициях народов мира после свадьбы самый благоприятный период для зачатия. Так вот, и мужчину, и женщину уберегали от всех возможных стрессов, потому что опытным путем видели, что если мужчина стрессанет в этот период, то потомство может быть уже слабым. Но так как сейчас все изменилось и не в первые сорок дней происходит зачатие обычно, то появляется такая ответственность у нас. Весь период, пока мы планируем беременность, пока не произошло зачатие, мужчине и женщине очень важно беречь себя от этих вспышек стрессовых для того, чтобы уберечь свое потомство. И, конечно же, остеопатия поможет понять хорошее одекровоснабжение и яичек, простаты. В простате должно быть очень хорошее кровоснабжение для того, чтобы происходила активация сперматозоида, то есть телесные практики вплоть до коррекции копчика или простаты через анальным доступом не должны в моем понимании пугать мужчину, если он имеет какие-то особенности, потому что это очень важно. То есть это как раз поможет сперматозоидам получить эту силу. После 30 рожать опасно? Я бы сказала так. После 30 уже требуется особое внимание к своему телу, потому что вспоминаем, если хронологию нашего старения организма с 25 лет доказано, что у всех у нас запускается активный процесс старения. Нужно очень вовлеченно уже включаться и в процесс подготовки, и беременности. Нет, не опасно. Я четвертого ребенка в 40 лет. Замечательная была беременность. Какой-то понятный пошаговый алгоритм, как восстановляется после родов. Неважно, сколько прошло, месяц, полгода, год, хотя, ну там, понятно, до 2-3 лет, мне кажется, активно восстановление в основном. Согласна, абсолютно с вами, особенно если это было кесарево сечение. Самая большая проблема, что у нас нет философии того, что женщина в послеродовом периоде всегда, 100%, любая женщина имеет травму таза, даже если женщина рожала кесарево сечение. Почему? Потому что кесарево сечение выключает переднюю брюшную стенку, а передняя брюшная стенка она стабилизирует таз, и таз все равно начинает уходить. И внешне, может быть, это не какие-то такие грубые перекосы, это может проявляться на уровне болезненных точек, вот когда мы косточки начинаем пальпировать, променадик, где прикрепляются мышцы над лобком, например. Всем рекомендую женщинам проверить там и сейчас, да, вот спуститься к лобковой косточке и посмотреть, есть там элемент болезненных, то прямо косточку хорошо промассировать, туда крепятся мышцы передней брюшной стенки. А если женщина рожала через естественные пути, то компрессия, сдавление, креса, копчика, лонного сочленения есть у всех женщин. Вот в нашей традиции, я думаю, что во всех традициях мира первым делом женщину правили повитухи, да, то есть правили и головку ребёночку, и правили женщину. И эти процедуры были длительными, то есть это не одна коррекция, как сейчас к остеопату на один приём сходили, в лучшем случае галочку поставили. Это несколько сеансов в бане, когда тело размягчается, когда есть возможность очень мягкой коррекции. Второй момент, наверное, не совсем для вас обычный и будет неожиданным, это коррекция энергетической системы. Считается, что во время родов женщина становится очень открытой энергетической системой, то есть открывается сакральное место, матка, открывается для контакта с этим миром, ребёнок начинает отделяться, он был связан с энергиозной системой мамы. То есть у женщины происходит мощнейший просто перезагруз энергии. И в нашей традиции в течение 40 дней женщину восстанавливали, её опилинали, работали с телом, её откармливали, отпаивали травами, специями для того, чтобы восстановить эти энергетические процессы. А женщине пелись песни для того, чтобы её тело вошло в определённую вербрацию, чтобы оно условно собралось. Тело женщины после родов есть такой термин, оно теряет берега. И не просто так пеленали в простынях женщину, связывая узлами на энергетических центрах, для того, чтобы женщина стала более собранной. Вот это ощущение такого расплывчатого тела, когда стопа расплывчатая, когда женщина вся такая немножечко грузная, как будто бы не может удержать своё тело в пространстве. Это один из таких признаков ярких, что не собралась ещё энергетическая система. Третья обязательная рекомендация восстановить работу грудо-брюшной диафрагмы. У женщины в любых ситуациях кесаревое сечение, естественные роды, грудо-брюшная диафрагма всегда будет повреждаться. И это приводит к тому, что женщина перестаёт хорошо качать лимфу, генозную кровь диафрагмой. То есть какие это базовые практики? Как проверить, работает ли у вас диафрагма? Хотя бы сейчас кулачками, такими костяшечками, пройдитесь по межрёберным промежуткам глубоко и посмотрите, есть болезнь или нет. Затем можно нырнуть под нижнее ребро и посмотреть, есть болезнь или нет. Можно поставить ручки на нижние ребра, сделать глубокий вдох и в норме руки должны уйти в сторону. У многих они уходят наверх или одна рука идёт, вторая стоит. Это говорит о том, что диафрагма плохо работает. После родов всегда этим нужно заниматься. Ещё я рекомендую остеопатическую коррекцию мозга. Во время родов происходит очень большая кровопотеря у всех женщин и меняется кровоснабжение головного мозга. Поэтому женщине важно на это обратить внимание. Покой, важно обеспечить себе уход. Первые, если 40 дней, мы говорим, обязательно нужно помощника. И помощник нужен всегда женщине. Те женщины, которые взваливают на себя все заботы, к сожалению, они расплачиваются телом. Витамины, базовые, приём йода, омега, витамин D, магний, я назначаю коллаген, пептиды в своих протоколах, спирулину, как источник хлорофила. И если мы говорим про физические упражнения, то уже с первых часов после родов важно запускать правильное дыхание. В чём оно заключается? Его нужно поддерживать весь период после родовой реабилитации. Промежность на распустили, живот надули, ребра в сторону, грудина наверх это волна вдоха. Выдох, промежность втянули, живот втянули, лоно подтянули к груди, груди опустили вниз. То есть очень важно женщине начать дышать в этом механизме для того, чтобы тазовая диафрагма восстановилась. К сожалению, женщина с маленьким ребёнком очень мало спит, а сон как раз важнейший инструмент и накопление питательных веществ, если мы крепко спим, то у нас режим нервной системы этому способствует и крепкий сон способствует тому, что у женщины хорошая иммунная система, хорошая нейрогормональная регуляция. Научиться спать, научиться спать в любых ситуациях, в любых обстоятельствах. Женщины проходят обучение, есть специалисты, которые учат детей, спать, женщин спать, на это обратите внимание, нужно успаться. Я хотела бы подарить тогда месячный абонемент на клуб Я здоровая женщина, который знакомит с базовыми подходами к системе самозаботы. Все, о чем я сейчас говорю, научиться чувствовать свое тело, научиться распознавать, какие механизмы сломались, что нужно делать. В нашем клубе Я здоровая женщина это годовая программа, в течение года даются инструментами для того, чтобы это научиться. Первый месяц он такой является базовым, таким включающим месяцем. Я вообще считаю, что и мои пациенты, и мои ученики говорят, что это должно быть по системе ОМС для каждой женщины доступно. Круто. Давайте так и сделаем. Моя прекрасная мама четырех детей и прекрасный пушер кинеколог параллельно подарит этот первый месяц. Напишите в комментариях, мы выберем человека, с каким ярким инсайтом либо Мария, либо помощница собственно выберет то, что понравится больше всего, то, что в сердечко попадет. Напишите либо инсайт, участие в розыгрыше, либо какую-то яркую историю того, как вы восстановили свое здоровье женское, того, как возможно ваши родственники, близкие это делали и вы способствовали этому. В общем, то, что вот прям впечатлит история, инсайт, либо просто вот вы там, например, я видел некоторые люди и после некоторых подкастов писали огромное просто количество инсайтов, это тоже поражало, насколько внимательно наслышал человек. В общем, условия розыгрыша таковы, пишите в комментариях. А на этом спасибо большое, Мария, за то, что пришли на подкасты, за то, что столько всего нового про женское здоровье поведали. С вами был Панасюк Николаев, обязательно увидимся в следующих подкастах, подписывайтесь на Марию, ссылка на YouTube канал будет внизу под этим выпуском, и пишите свои комментарии, ставьте реакции и подписывайтесь на канал, увидимся в следующих видео. До встречи, пока. До свидания.